Возьмешь берилов, возьмешь синилов, не голубой, а именно ультрамарин. Возьмешь розовый и буквально нашвыряешь вещества краски на пол. Буквально нашвыряешь даже густоты, даже вязко. То есть не только разжижаем. Хорошо? Вот так. Прямо натапкиваешь, натапкиваешь, приблизительно подразумевая эти пятна. С зеленым пока не лезь. Если там, где у нас темно, просто этих двое без... С меньшей степени берем. Хорошо? Вот так. С меньшей степени берем. Можно этот. Черный каркас картины сейчас накидаешь на полку. Те черноты, которые ты видишь, вот они. Вот они. Вот они. Добавляя на палитру этот цветничек, накидаешь, накидаешь, накидаешь. Накидаешь, накидаешь. Хорошей смелости не может появиться на пустом месте. Чтобы появилась смелость, нужно точно знать, что ты хочешь сделать в данном кусочке картины. Тогда ты со смелостью берешь сколько надо краски, смело кладешь ее. Смелость будет появляться по мере появления навыка. Просто есть вещи, которые можно делать только бегло. То есть, когда бессмысленно делать их не бегло. Вот тогда действительно нужна смелость, невзирая ни на что. Не на то, что умеешь, слабо умеешь. Надо бегло, иначе будет ерундень. Нет, точно. Ерундень. Я постоянно на него направляю. Ну, говорит, не аккуратненько. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну, тогда и эти пятнышки тоже. Ну, то есть, от лоток, да? Да, сначала общу все темное пятно. Что одна лотка темное пятно, а что другая? Так, хорошо. Ну, и после этого можно еще и накидать вот этих светлотиков. Тоже, чтобы они уже создавали феномен некого рисунка. И дальше наращиваешь, наращиваешь уже элементы. Элементики наращиваешь. Товичного, желтого. То в пользу коричневого, то в пользу белого, то в пользу желтого. Правильно наметил охрамик. Ну, сейчас его немножечко отсечешь до сумму нужного размера. Давай. Ну, и наращивай, наращивай. Голубой, коричневый. Уже голубой. Голубой он более мощный тонально. Поэтому. Смотрите. Вот это вот вся розовый сегмент. Розовый. Правда? Чего-то он у тебя не розовый. Вот прям весь сегмент. Розовый. Давай так. Мне просто смущает, что теперь постоянно все краски перемешиваются. Ну. И у него они все перемешаны. Ну. Да? Ты это видишь, где-то чистый цвет. Ну. Кроме водки. Ну, хоть один. Кроме водки я ни одной не беру. Я имею в виду синь, они там все перемешиваются. В этом есть живописность этой картиночки. Вот эти щели. Щели. Вот этот угол. Смотри, плоскость шла-шла-шла и свалилась. Свалилась плоскость. Правда? Угу. Еще светлее есть места. Тоже шла-шла. Свалилась. Она? Угу. Очень похожая ситуация и здесь. Здесь надо показать идею торчачьего. Все-таки там камушки торчат. Чуть светлее, чуть темнее, но торчат. Ладно? Угу. Так. И да, и не совсем. Выдавишь себе голубую ФЦ. Она потемнее будет. Голубая ФЦ. Коричневая. Смотри. Вот эту меру черноты доберешь. Ладно? Угу. То в пользу голубого, то в пользу коричневого. Сюда выдвинешься. И уже так более растирательно. Вот это то, что вообще до моего сознания слабо доходит. Не стихи, но так шуткать. Почему? Смотри. Вон. Элементарный. Ну, если бы ты не справлялся. У тебя же эти движения все есть. Уже есть. Поэтому проблем не должно возникнуть. Пёк должна состоять в поляне из звуков лодочного характера, чтобы это было водой. Значит, водой она становится, когда становится лодочным. Причем аж бегом становится водой. Камни в отрыве от воды будут проблематично написать. То есть нужно писать и то, и и другое. Причем аж бегом. Причем аж бегом. Потом перейдешь на кисть и кистью доупакуешь рисунок. Идея лодочки, да? Подпустишь. С розовиночкой. Частично розовиночкой позаслоняешь. А вокруг розовиночки с легкой желтиночкой будут такие нимбообразные светики. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такие нимбообразные. И снова потом берешь. Есть там прямой свет вокруг. Нечто подобное по укладке. В этих местах. И в этих местах. В этих местах. Так. Вот такой туманчик. Линия воды Ровненькая За храмом То есть здесь эта площадка, смотри, выстраивается в нечто довольно ровное Здесь ровное, а здесь вот такой траектории Сюда заходит тенистое Тенистое По косой Черноты не хватает вот этим местам Да? Наращивайся Просто краска с нее скатывается из-за того, что с лодки со второй Ну смотри, там есть, например, очень темное пятно Во-первых, здесь Во-вторых, здесь В-третьих, здесь Перечислить это Не только частота работы дает это Нет, ну понятно, что еще Но и интеллектуальная подготовка Вот у меня есть те, кто видит эти уроки каждый день Ну да, ну да И вроде пишет редко Но каждая следующая картина Рост процентов на 20 Ну просто редко Часто человек рисует много, часто, каждый день и уходит в сторону от умного делания То есть часто это не факт? Если ты ушел в сторону от умного делания Ну это все равно, что проявление воли, да? Вот воля, как бы, вещь хорошая Но это же воля Дает человеку Воткнуться ногом во что-нибудь неполезное И добиться результата Да Сколько времени уйдет Или другой человек, у которого нет воли Он ищет хитрые способы добыть желаемое То есть вот и у того и другого Как бы цель деньги, да? Один к деньгам идет волей, упорством, трудом, бесконечным физическим В общем, каторжной работой А другой изобретает Легко Изобретает машинку Да Это я говорю о том, что просто рисование может уводить от результата Только умное делание приносит пользу Ну так же, как по принципу Заставь дурака Богу молиться Он и лоб пробьет Вроде штука полезная, а лоб пробил А что значит умное в данном случае? То есть какой-то настрой должен на что-то, на какую-то работу быть, да? Нужно сформулировать задачу И выполнять именно задачи А не просто как Чукча Что вижу, то и пою Или писать именно так, как Чукча Что вижу, то и пою Отказаться, нарочито отказаться От законных способов изображения И знала, что дать с перспективы Спасибо Что не стало лисеньку? Лисеньку не стало Что-то я вот помню Это моя же картина Это моя же картина Мало того, по себе вот знаю Такой вот опыт у меня был Первые Вот скажем Если взять сегодняшний уровень изобразительного мастерства Ну и взять его за цифру, допустим, 100 То первые 20 единиц от 100 Я прошел месяца за 3 Следующие 10 Я лет 10 наращивал То есть это вот такими рывками было Это не было так, что из меру в меру восходил Месяц прошел, вырос Да Но было очень много именно заблудительных Заблуждений в живописи, где я приобретал неполезный навык Понятно, да, что можно научиться, допустим, траву писать как-нибудь безобразно Как прилично прапорщику, допустим Это же тоже будет навык Но это будет вредный навык Ну, я думаю, что это, наверное, зависит еще от учителя А если нет учителя? Вот ты уже все, отучилась Дальше что? Смотрю мастер-класс Правильно, то есть надо уметь поставить умную задачу Выбрать умного учителя С той стороны тогда еще вода не бьется? Да, вот тоже дополнишь вот таким Сюда можешь сининочек еще накидать Так, чтобы вот это вот Вот такой густятель Потому что она вся лепка сделана Так всегда лепить вещества Ну? Продолжение следует...